Ахой! Книжный мир, привет! Меня зовут Лена. И если бы вы только знали, как давно я ждала вот этих жарких весенних денёчков, поездки домой, чтобы сесть на электричку, потом поехать на Ладожское озеро и прочесть там определенные книжки, потому что есть такие истории, которые я не хочу читать на своём привычном диване, там в кровати, в каких-то кафешках. Мне нужна атмосфера, мне нужен какой-то морской воздух. Пусть там не будет огромного шума волны, но вот всё равно это ощущение воздуха морского, либо даже воздуха озера, воздуха воды, оно определённое, и оно мне нужно было для двух историй. И потом, пока я собиралась, думала, как бы провернуть с двумя книжками какую идею, ещё две книжки накинула себе в планы и поняла, что мне хватит на целый Tri-Chapter Tag. Tri-Chapter Tag — книг про море, океаны, пиратов. Я вам расскажу сегодня про четыре книжки, которые мы будем надкусывать, а также хочу рассказать про канал, который я просто любила с первого ролика. И если из этого видео я что-то вас и попрошу вынести, так это именно знакомство с каналом, с которым также одна из книг связана. А ещё вот эта книжка, она тут одна есть, да, она и с каналом связана, и вообще мне столько с ней всяких эмоций, что я бы ради неё одной сняла отдельный ролик, но я знаю, что тогда его мало посмотрят, и тогда мало кто знает про канал, про который я вам хочу рассказать, это важно. Вот, давайте сразу. Значит, что у нас тут, какие кандидаты? Во-первых, Василий Авченко. Эта книжка уже больше трёх лет живёт на моих полках, и вот мы с Ксюшей в море книг встретились. В очередной раз, мне кажется, если даже не сказала, я подумала про эту книгу, потому что каждый раз, когда Ксюша видела эту книжку у меня на полках, она говорила, Лена, читай, это классный человек, ходила я с ним на встречу, ну, классно, читай, Ксюша. Это, наконец-то, случится хотя бы в форме Tri-Chapter Tag. Так, книжку эту я купила изначально из-за великолепной смешной обложки, и она была мною подсмотрена в одном из комментариев, ну, вот очень много лет назад. Следующая книга важна для того, чтобы вообще, в принципе, существовали рыбы, пираты, морские приключения, это вода. И Майя Лунды в книге «Синева» исследует момент и мир возможный, в котором не будет именно пресной воды. У Лунды есть, это, по-моему, квартет, если не ошибаюсь, книг, и это вторая книжка. То есть первый рассказывает о том, что случится с миром, когда и если в нём исчезнут пчёлы. Я книжку читала, это, кстати, ролик, один из самых моих первых в прочитанном. Вот второй она будет исследовать мир, в котором не станет пресной воды. В третьей что-то с лошадями будет связано, а в четвёртом я не помню. Ну, я прям уверена, что это квартет у неё. Так вот, да. Эта книжка была у меня вишли в стене, её подарила Лена Зарасова, за что, Лена, огромное спасибо. Пока что больше про книгу ничего не буду рассказывать, потому что тогда будет интересно, и вообще, что мне надо потом будет из главы выжить. Я причём решила читать не по главе, а где-то по 30 минут, а каждую книжку. Следующая книга, вокруг неё вот такая история, такая история. Я, прежде чем её покажу, скажу так, что если вам перескажу сюжет этой книги, и если вам расскажу историю её написания и судьбы автора, и спрошу, как вы думаете, что здесь вымысел, а что реальность, то вы, скорее всего, подумаете, что рассказ о её написании — это вымысел, а то, что в книге реально случилось — это правда, потому что я вот именно так думаю. И я, когда вам буду показывать листалку, как я нашла эту книжку, я вам расскажу именно про написание этой истории, потому что оно удивительное. Так вот, на самом деле, эта книжка «Наследник из Калькутты» от Штильмарка. Судя по имени, я думала, что это какой-то иностранец, но нет, это наш советский писатель-журналист, и вот эта история его жизни, история написания этой книги — это невероятно. Как обещала, я расскажу. Вообще, не буду врать, эту книжку я впервые увидела всего-то пару недель назад в одном из комментариев. Там было перечисление любимых книг, с которыми человек познакомился в детстве, и там была эта книга. Я подсмотрела в описании, что это история, которая частично происходит на корабле. Я подумала, конечно же, мне это надо. И я вот 4 мая была на дне рождения у папы, и просто у неё спросила, вот ты такую книжку знаешь? Он такой, знаю. И надо ещё сказать, что я была не дома у папы, а на даче. И он говорит, у меня даже она где-то здесь, вроде в шкафу есть такая смысл. И оказалось, что вот этот кирпич внезапный, и он был на даче, и сразу папа взяла. И вот между вот этими двумя событиями, комментарием, где эта книжка была упомянута, и моей поиск к папе, я ещё увидела, что эту книгу купила недавно Рита с канала Lost Astronaut. Каждый раз, когда я пытаюсь произнести его название, все мои славянские акценты лезут наружу. И я не могу понять, почему Lost Astronaut. Если мы с вами хоть раз встречались, вот именно с вами с книжными людьми, я наверняка вам рассказывала о том, как я люблю фильм «Погружение» с Джеймсом Мэковой, и что я бесконечное количество раз пересматривала начало фильма, поскольку там настолько лаконичные, точные, романтичные, научные диалоги. И я всегда снимаю шляпу перед сценаристом, как он их придумал. Настолько-то интеллигентные и жаркие, и с подмигом, и с намёками. Просто пару фраз перекинутые — это невероятно. И вот там главная героиня, она как раз-таки биоматематик, как-то так, мне кажется, её называется, отраза деятельности. И я просто в эту героиню влюблена. Насколько это молодой такой специалист, учёный, изучающий море, и отважный, и всё-таки такая женственная. В общем, я в неё просто влюблена. В общем, в ту парочку я влюблена. Я бы сама хотела что-то вот такое пережить, но я знаю, что в моих мозгах никогда не найдётся таких слов, чтобы ответить так, как они ответили. И вот Рита мне очень сильно напомнила эту героиню, которая и лиричная, и такой человек науки, молодой учёный. Рита живёт в Крыму, снимает очень короткие, но невероятные по наполнению ролики. Там много котиков, много книг, хорошая литература, качественная, не какие-то там глупости. Я у Риты посмотрела абсолютно каждый ролик, кроме кролика, кроме ролика про Стивена Кинга, потому что, вы знаете, я его не люблю, но я открыла ролик, лайк поставила, но я его не смотрела. Я, наверное, хочу, вот, да, что сказать. Читайте, как и угодно, книги. Можете вообще не читать из того, что сегодня прочитаю я, что я упомянула. Не смотрите Submergence, да, с Джеймс Мэгковым потрясающим. Но, пожалуйста, зайдите, крейте, останетесь там. Я уверена, что вам много не потребуется, чтобы полюбить этот канал так, как я люблю его я. У меня редко бывает любой сфер взгляда, но это именно так. И что ещё скажу. Я вообще хочу поговорить про меня как зрителя, да, не про человека, который сидит перед камерой. Я даже себя не могу влогером нормально назвать, что мне самой смешно. Я вот просто человек, который сидит рассказывает про книжки. Как я делаю? Если я подписываюсь на какой-то очень большой канал, прям очень большой канал, тем более русскоязычный, книжный, я вообще, скорее всего, очень долго не буду писать комментарии, потому что у меня будет сидеть какой-то таракан, который будет думать, что вот человек подумает, что я ему написала комментарий только для того, чтобы он про меня узнал, возможно, посмотрел и что-то там. Абсолютно нет, вот верьте мне, вот клянусь, что нет. Я вообще не пишу, думаю, не знаю, это хорошо, лучше вот пусть они сами про меня узнают, тогда как бы ладно, тогда я тоже признаюсь. С маленьким каналом у меня другая история. С маленьким в среднем я тоже, как обычный человек и зритель, хочу сначала привыкнуть к человеку, прежде чем я его напишу, потому что иначе мне кажется, что я подхожу к незнакомцу, ему что-то говорю как сумасшедшая, хотя я знаю, что это абсолютно, конечно же, не так. Человек говорит, что напишите мне привет, давайте знакомиться, но вот мне тоже надо сначала, ну, как-то привыкнуть к человеку. И вот пока Риту нашла, пока я смотрела ролики, просматривала, привыкала, Риту, в общем, тоже мой канал действительно нашла и написала первый комментарий. Я подумала, господи, какое облегчение, теперь я тоже могу Рите признаться, что я тоже смотрю её канал. Почему я себя так странно чувствую, когда хочу просто от души кого-то похвалить? Ну, да, классно. Длинный Рита классный, он такой личный научный сотрудник. И этот кадр, и шуточки о кошек, сколько там кошек. И давайте вам так скажу, чем... Нет, Рита самоклассно по себе рассказывает. Давайте я вам скажу, какие надо ролики точно посмотреть. Однозначно надо посмотреть ролик про Ялту, потому что там будет очень много котиков. Потом про морскую научную экспедицию ролик. Затем можно ещё посмотреть ролик, где она рассказывает про то, чем она занимается. Это очень интересно. Это Чёрный море, вирусы, всякое такое. Ну, и точно, однозначно про её поездку в Херсонес, и где она читает книжку «Мидея и её дети» у Лицкой. Потому что после того ролика я сама эту книжку прослушала, и мне очень понравилось. Но это будет прочитано. Вот. Я внизу оставлю, конечно, все ссылки. И ещё раз напоминалку списков видео, которые точно посмотреть. Посмотреть нужно абсолютно всё. Но вот, наверное, в этих роликах вы с Ритой познакомитесь как с человеком, а потом уже, да, когда вам станет ближе человек, можно уже там в книге погружаться, если вы такой зритель, как я, который в первую очередь обращает внимание на личность, а потом уже на то, что человек читает. Всё. Всё. В общем, у Ритой была эта книжка. Моя папа нашла книжку. В комментарии была книжка. Судьба невероятна. Написание. Что ещё надо? Вот такой ведь опять ролик вышел в итоге обманка, что я всё-таки рассказала всё, с чем эта книжка связана. И последнюю книгу, которую я буду читать в 2-й chapter tag, у меня после вот этой истории, путешествия во времени, корреспонденции, пересекло время ради тебя, у меня осталось очень много обид на само себя, что я книжку поругал, но я просто была очень честной. Но также у меня осталось вот это желание почитать что-то про путешествие во времени, которое я обожаю. И смотрите, что у меня есть навсегда. Тут есть корабль и путешествие, пусть и не по водам нашим пресно-морским, океанским, а по водам времени. В общем, я считаю, что это просто идеальный вариант для нашей задумки, для моего желания почитать что-то про путешествие во времени, перемещение. По истории у нас есть дочка капитана, и они путешествуют сквозь года, чтобы оказаться в определённом месте, в определённое время и спасти маму, нашей главной героини, да, ну и жену вот этого капитана. Всё, больше ничего не знаю. И у меня такое ощущение, что из всех вот этих книжек всё-таки именно эту я, скорее всего, вон откушу и дочитать, потому что она небольшая, и у меня такое настроение какое-то уже полкуникулярное. И, кстати, привет, я устроилась на работу. Я рада, что я устроилась на работу, что я ещё как сотрудник чего-то стою, но я подумала, зачем я это сделала в начале лета, когда можно ехать на дачу, на пляж отдыхать, а потом уже там в сентябре пойти работать. Теперь я опять вновь в рабочем строю, надо всё вот это снять, побыстрее все свои идеи, которые я хотела, смонтировать, потому что потом всё-таки вливаться в новую работу, это тоже много сил, времени будет задействовано. Мне кажется, я наговорила вам какой-то билиберды, но, опять-таки, вот мне кажется, сейчас я наговорила максимум так, как я говорю с людьми, когда ничего не понятно. Простите за сумбур, но бурлят эмоции, что ничего с этим не могу поделать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не знаю, что будет делать А про апокалипсис я читала Мне было очень скучно Но, надеюсь, будет какая-то интрига И меня автор будет не только жалостью К разведенной семье Притягивать к тексту Но и что, ну, придумать какой-нибудь поворотик А затем книга «Кристалл в прозрачной оправе» Это книга о рыбах и о камнях И вот я почитала некоторые рассказы о рыбах И вот если мне эта книжка не появилась на полке Вот я бы вряд ли взяла, пошла в библиотеку и купила Но поскольку она у меня есть, мне понравилась И здесь о рыбах человек рассказывает Как о людях, наверное Вот есть там флегматики, да Там есть ленивцы, есть, которые подстраиваются Есть, которые будут бороться за свою жизнь Вспоминают какие-то шуточки, да Что там у этого человека мозгов, как у корешки На два заплыва Ну, в общем, какие-то такие истории Что вот если к вам случайно эта книжка упадет Вы ее случайно приставите Вам, наверное, будет интересно с ней познакомиться Но как продать именно, нахвалить эту книжку Я, наверное, не смогу Потому что она слишком специфичная Возможно, для людей, которые живут на море, да Которые ходят на рыбалку Которые с рыбой действительно имеют очень тесный контакт Возможно, будет интересно читать Но вот если просто, как я, человек У которого она случайно попала Да, она случайно попала Я ее случайно прочитала Хорошо Но никаких не могу дать советов, да Кому эта книжка может понравиться Это на ваше собственное усмотрение Да, она хорошо написана С юморком Без каких-то занудных деталей А затем навсегда Да, правильно сказала Книга про путешествия во времени И, как я сказала Здесь мне было именно интересно Посмотреть механику Как люди будут перемещаться во времени И, как я уже говорила Это история просто о девочке Которые вместе с папой Пытаются вернуться в определенное время Чтобы спасти ее маму Но с папой у нее непростые отношения И это, наверное, такие отношения Которые мне в Fable чем-то допоминали Но здесь только чуть лучше Мне перспективы папы, наверное, не очень хватает Он какой-то непонятный человек Потому что она вроде как отцу к нему относится Но в том же время она всегда зовет капитан Потому что она чувствует себя, наверное, больше Винтиком в этой команде корабля Нежели любимой дочкой С которой ему будет жалко расстаться Если он спасет маму Значит, что-то пойдет по-другому Возможно, сценарию И ее в том будущем не будет И вот у нее это ощущение Что любовь к женщине важнее У этого мужчины Чем его отношения с дочкой Вот, я эту книжку буду дочитывать Потому что она читается очень быстро Увлекательно Я не могу пока сказать Что вот эта история Которую я советую прям всем-всем Но просто расслабиться После каких-то глубоких историй Очень даже отлично А вот с чем не расслабишься Так это с наследником из Калькутты Причем забавно, что эта книжка Как раз-таки начинается в Калькутте на рынке Вот, и после этого я уже взялась читать Вот этого толстяка И я как села где-то только на сотой странице Если не дальше Где у меня тут закладка была? Потерялась Я и захлопнула Потому что здесь несколько временных линий И одна история рассказана Ну, пусть это будет маленький спойлер Потому что я ничего не расскажу про историю Она рассказана двумя разными людьми С абсолютно двумя разными концовками Ты такой, кому верить? Что было на самом деле? Тут у нас есть корабли, пираты Похищенные сокровища Похищенная женщина Кого где кто будет искать Очень много героев Надо как бы вливаться Надо читать внимательно Да, вот если, допустим, в этой книжке Все сразу понятно Здесь мало героев Сразу ясно, что к чему-то Вот здесь, да, надо вначале вчитываться Пару раз я перелистывала Запоминала имена Кто есть кто Но эта книжка мне понравилась Я ее однозначно буду читать И вот мне кажется Ее надо читать за раз То есть особо не бросая надолго Потому что очень много имен и историй И эта деталь Это почти что детектив Когда сначала начала ее читать Мне было сложновато И я думала, что О, вот это как раз такой текст Каким я представляю себе Букинистику, приключенческую Написанную там давно Вот это очень долгое погружение Писательное в историю Вот этот шикарный язык Все, каждое слово выверено Вот, и сначала Это вот такая махровая классика Как я себе представляю приключенческая Она такой мне и казалась Но потом, как я говорю Влилась сюжет Начались диалоги Началось действие Все закрутили И да, эту книжку однозначно советую Если найдете Спросите у родителей Мам, бабушек, дедушек, пап Наверняка эта книга есть Поскольку я понимаю Это прям такая классика Которую все зачитывались И книжка, которая тоже Очень хорошо вписывается В эту морскую историю Но я буду читать точно летом Когда вернусь Потому что здесь просто на один зубок Это Джон Харрис И ее синяя соляная тропа Еще есть карман ворон В таком же издании Блестящем, синим Но я о нем пока подумаю Но здесь этот китовый хвост Я, наверное, листалку вам ставлю поближе Я не заглядывала в описание Потому что я не хочу знать абсолютно ничего Но судя по картинкам Большому количеству картинок иллюстрации В этой книжке Здесь будут морские котики Завязаны больше, чем киты Ну и котик есть также на обложке Из корабля, этот хвост Не знаю, о чем историю Не хочу знать Хочу просто погрузиться И как я рада, что такие истории Издают настолько красиво Я все ждала, что, возможно, будут хорошие скидки Я давно эту книжку присматривала Месяца два Я ее впервые увидела в феврале Когда мы в Сочи были Но ждала-ждала и решила, что это знак Раз у меня есть морской три-чаптер-тек Я должна себя за то, что я все выполнила Сняла и почитала, покусала Чем-то вознаградить И вот эта книжка себя вознаграждаю Я так надеюсь, что мне понравилось И что я очень хочу купить себе потом Синенький карман ворон По моему ощущению У меня три-чаптер-тек удался Потому что не было ни одной книжки На которой я бы заскучала Пока читала те полчаса Вот здесь, наверное, час Чуть больше читала Потому что было просто не отдаваться Если вы что-то читали Обязательно пишите Я этим вдохновлюсь Буду скорее брать Потому что ни один комментарий Так не вдохновляет на чтение Как комментарий о том Что человек прочитал книжку Которую у меня уже надкусно И, можно так сказать, уже в процессе В каком-то чтении И, конечно, прежде чем мы с вами разбежимся Нам нужно с вами попрощаться По-морскому По-эмоджикому Поэтому давайте, может быть, поставим знак якоря Потому что надо застопориться Остановиться Чтобы читать эти книжки И перестать куда-то просто бежать Плыть, лететь Вот Пытаться обгонять время Все, на этом прощаюсь В следующем ролике увидимся Пока еще не придумала в каком Но он точно будет о книгах И со мной Все, на этом пока Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok